В Александровске трём лучшим специалистам судоремонтного завода Нерпа вручили именные премии. Это самая престижная заводская награда. Её учредили в честь одного из директоров завода – Валентина Мурко. В марте на предприятии проходит церемония награждения лауреатов премии. В этот же день заводчане и ветераны Нерпы приходят к дому, где жил Валентин Мурко, и возлагают цветы к мемориальной доске. Один из лауреатов ежегодной премии имени Валентина Мурко в этом году – старший строитель судоремонтного завода Нерпа Владимир Лялин. За восемь лет работы молодой специалист прошёл путь от рядового строителя до руководителя группы. А любовью к заводу и корабельному делу восплывал и вовсе задолго до трудоустройства. Владимир дважды, будучи студентом, проходил практику на предприятии. Значимый заказ под моим руководством, наверное, сейчас идёт. Кузнецов непосредственно. Наша работа филиала Сержденерпа. Курируем старший на заказе я. А были до этого. Ну, наверное, это самое ответственное пока что за мою карьерную деятельность. По стечению обстоятельств более 30 лет назад на Севере и Нерпе оказалась и Ирина Дашкевич. Женщина отшучивается. Она – жена декабриста. Не только приехала вслед за мужем на край земли, но и работать пошла по его стопам на завод. Главное, считает обладательница звания «лучший инженерно-технический работник» вовсе не премиальные деньги. Уважение других специалистов, которые выше меня. Уважение стоит того. Именная премия Валентина Мурко была учреждена 8 лет назад трудовым коллективом завода и семьёй почётного гражданина города судоремонтников. Она составляет 40 тысяч рублей. Чтобы её заслужить, нужно обладать знаниями и опытом, а также активно участвовать в жизни предприятия. Молодому бригадиру Николаю Шакину, например, пришлось не только изучать судоремонт почти с нуля, но и научиться управлять рабочим коллективом. Первый раз заказы увидел здесь и всё потихоньку-потихоньку начал изучать. Приходилось переучиваться? Да, конечно. Специфика совсем была другая. Валентин Мурко руководил заводом более 10 лет. Затем был приглашён в Министерство судостроительной промышленности. Уже в ранге министерского работника курировал и следил за развитием родного завода. Ветераны предприятия отлично помнят, каким он был человеком и директором. Как я его запомнил? Мне нравилось, что он был человек-слово. То есть он сказал, что оно всё равно будет сделано. Ему верили. Тогда на нём в те времена задача-то была ведь не только завод отстроить и город. Вот всё же на нём было. И ЖКХ он отвечал. За пар, за воду, за тепло он отвечал. За всё отвечал один. Человек здесь был. Это вот Мурко. Это, конечно, накладывал определённый груз ответственности. И он, надо отдать должность, соответствовал тому времени и исполнению своих обязанностей. В этом году Мурко исполнилось бы 84 года. У мемориальной доски, установленной на стене дома, в котором жил Валентин Васильевич, благодарные заводчане ежегодно проводят митинг, возлагая цветы и вспоминая заслуги человека, определившего судьбу и развитие одной из ведущих судоремонтных верфей Заполярье и города Снежногорска. Продолжение следует...